Здравствуйте, мы в магазине All Time, и сегодня мы говорим о новинках часовой коллекции Timex. Разобраться нам поможет Алексей, представитель компании Fortuna Time. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Алексей Трантин, я бренд-менеджер часовой марки Timex, компания Fortuna Timex. Сегодня мы хотели бы показать вам новинки этого года. Ну что сейчас горячего? Что, так сказать, бренд считает самым актуальным? Вот я держу в руках цифровые часы, не те, которые те самые Т-80, так скажем, такие довольно-таки уже воспринимающиеся как маленькие, которые были мужские, сейчас, в общем-то, подходят и мужчинам, и женщинам. А что-то гораздо более впечатляющее, солидное, цельнометаллическое, с таким золотистым покрытием. Я бы даже сказал, это бронзовая какая-то, какая-то светлая бронза. Расскажите, пожалуйста, об этих часах. И там еще что-то написано на циферблате. Вы выбрали часы Timex Command Urban, размера 47 мм, это крупный корпус. Примечателен он тем, что коллекция Command Urban в предыдущие сезоны представляла модели на силиконовых ремешках. И вот в этом сезоне у нас появились две новые модели из этой коллекции на браслетах. Стальном браслета стального цвета и вот такого вот цвета, я бы сказал, желтого золота. Примечательно в них то, что, во-первых, это противоударный корпус, о чем свидетельствует надпись на задней крышке. Ну и вторая примечательная вещь, это, конечно же, функция World Timer. Кстати сказать, водозащита у часов обычно Timex 3, 5, например, атмосфер. Здесь это 10 атмосфер, что очень вполне себе логично для противоударного корпуса. Ну, конечно, интересны они будут прежде всего путешественникам, потому что функция World Timer позволяет запрограммировать, занести в память часов время в 24 городах по всему миру и переключать, когда это необходимо. В общем, могу сказать, что мы выбрали для этого анонса именно золотые часы, потому что крупные часы подобного рода предназначены не для того, чтобы прятать их под манжетой, а именно показывать. Часы золотые такого размера – это всегда заявление, это всегда способ привлечь к себе внимание. И такие модели, конечно же, очень пользуются спросом у молодого поколения, которые любят что-то такое блестящее, яркое. И как раз модель Command Urban вот отвечает на такой запрос. То есть не только для того, чтобы знать время, не только для того, чтобы переключиться с Нью-Йорка на Москву, но также для того, чтобы показать, чтобы вызвать кого-то на разговор, на обсуждение, что это за часы, почему такие большие, а что у них тут написано на циферблате, понятно. Окей, ну что ж, от электроники перейдем к кварцевым часам. Вот у меня в руках часы, которые вызывают у меня воспоминания о 70-х. Именно тогда были очень популярны циферблаты такого вот декора. Вы видите там такая полосчатая шлифовка, которая очень интересно играет на свету, стоит немножко пошевелить циферблат. Под словом, ну это такой, так скажем, часы, которые я вот склонен характеризовать как искусство циферблата. И пусть, в общем-то, у Timex достаточно такое демократичное ценовое предложение, чуть ли не на все часы, тем не менее всегда приятно, тем более всегда приятно посмотреть и увидеть как-то так интересно сделанный циферблат. Он очень яркий, очень эффектный. Вот, и заодно вот он на таком браслете, я думаю, тоже интересно будет узнать, что это такое. Расскажите, пожалуйста, о этой модели. Эта модель называется Falcon Eye, соколиный глаз. И, конечно же, вот такой очень глубокий синий цвет, который вы выделили, подчеркнули, он как раз и такой проводит аналогию с хищной птицей. Очень бросается в глаза, очень четкий, очень ясный коллекция. Эта модель Falcon Eye относится к коллекции Q Timex 1979 года. Собственно, в это самое время, в конце 70-х, компания Timex уже мощная, известная в тот момент, и сделала такой символичный переход с запуском этой коллекции от механических часов к кварцевым. Конечно же, механика продолжала, они продолжали делать механику, но кварц тогда, как говорят, победил в 70-х годах. И Q как раз и означает кварц. В общем, такая вот дань памяти, дань уважения тому самому периоду, конца 70-х годов, модель Q Timex Falcon Eye. Ну и очень красивый, мелкозернистый такой ремешок. Браслет. Браслет, да. Ну и еще, я бы сказал бы, ключевые здесь моменты. Это куполообразное, такой вот выпуклый акриловое стекло и внешняя батарея. Я прочитал, кстати, что часовщики не очень любят внешние батареи, потому что это позволяет владельцам часов самим менять батареи, то есть решать заработка часовщиков. Вот такая интересная модель. Да, такое встретишь нечасто, внешняя батарея. Приступим к тому, что сейчас, ну вот, по моему опыту, с моей точки зрения, самое горячее, самое интересное, весь часовой мир, в общем-то, сейчас покорен винтажом. То есть люди, ну люди, часовые компании, либо смотрят на свою историю, у кого она есть, вот, кто был, так сказать, имел счастье быть основанным как бренд Timex. Ну, тогда он назывался Waterbury Claw Company, и вы говорили, 1854 год. То есть уже скоро будет 170 лет брендам. Очень немало, и многие швейцарские бренды, которые гордятся своими традициями, своим давним происхождением, они, в общем-то, с вами не сравнятся. Так вот, я о винтажных часах. То есть бренды смотрят свою историю, находят какие-то интересные часы, которые, ну, так сказать, они забылись, они пылились на полках, там, музеев, частных коллекций, вот. И тут вдруг они стали невероятно актуальными, люди начинают, люди, часовые компании начинают, так сказать, на эту тему что-то придумывать, либо точно воспроизводить часы, которые существовали, либо что-то делать на эту тему. Я заметил вот в коллекции вашего бренда очень много часов, но прежде всего вот эти явно такого милитари стиля, черные, черный корпус, судя по всему, это какой-то пластик. Да, 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 совершенно верно. Это зорный циферблат с таким характерным рельефом, здесь написано слово Solar, то есть, понятно, что легко, легко вычислить, что эти часы имеют солнечную подзарядку, что очень удобно с практичной точки зрения. Вот, просто вот я хотел бы от вас ответа на вопрос, это полностью новая разработка или что-то все-таки из истории имелось в виду? Это разработки уже много лет, и Timex неспроста выбрал именно коллекцию Expedition для применения вот этой вот технологии солнечной батареи, потому что коллекция Expedition очень обширная, и знатокам и почитателям бренда она известна прежде всего за свою крепость, за свою, значит, абсолютную противоударность и стойкость, и используются такие очень прочные материалы, и здесь мы видим, например, комбинацию нержавеющей стали и полимера, соответственно, солнечная батарея позволяет заряжать часы как при дневном и солнечном свете снаружи, так и, собственно, с помощью искусственного света в помещении, и практически являются, ну, постоянно, если при постоянном ношении, они постоянно заряжены, и это вот такая практическая функция, которая свойственна вообще всей линейке Expedition, я бы сказал так. И здесь мы видим, конечно, даже не дату, я бы сказал, а, посмотрите, головка заводная тоже защищена, то есть все сделано для такого очень активного ношения, будь то лес, степи, горы, в общем, как раз то, что любят, то, что любят почитатели Timex наряду с доступной стоимостью. Понятно. Я бы назвал эти часы часы для снайпера, то есть они абсолютно не бликуют, ну, разве что от часового стекла можно поймать какой-то блик, а так все, матовый ремешок, матовый корпус, и то, кстати, вот на задней крышке корпуса я обнаружил очень интересную надпись, которая очень похожа на географические координаты, это что? Что это означает? Да, действительно, на задней крышке часов вы можете увидеть надпись, что Powered by Solar, то есть, значит, питаются, заряжены от солнечного света и координаты фабрики Waterbury Clock Company, той самой в штате Коннектикут, город Waterbury. Таким образом, производитель часов вот такое вот памятное место свое зафиксировал на корпусе часов. То есть, это такая связь, так сказать, настоящего, в общем-то, с далеким прошлым, когда был основан этот бренд. Поэтому заходите в Google, вводите координаты, и вы будете направлены именно в это место. Можно даже построить маршрут. Ну, и тогда часы пригодятся. Теперь перейдем дальше. Продолжаем винтажную тему. Вот такие вот часы с индикацией времени второго часового пояса, что возможно при помощи вращающегося ободка. Вот он имеет такую вот эффектную черно-зеленую разметку. Вот матовый черный циферблат, абсолютнейшее милитари. И, в общем-то, такой практичный, прагматичный металлический браслет, который очень гибкий. В этом смысле он очень напоминает миланские, браслеты миланского плетения, которые мне очень нравятся. Ну, в общем-то, тоже сходное ощущение. Он одновременно и прочный, такой цельный металл, но при этом вот он позволяет какую-то гибкость. Такая змея своего рода, какое-то, в общем-то, ощущение именно вот такое. Расскажите об этом. Откуда происходят эти часы, как они появились в вашей коллекции? Да, вы сегодня уже говорили об обращении брендов к своей истории. И это очень такой как раз яркий пример модели с коллекцией Q Timex. И появилась эта коллекция в мае 2019 года. Современная. Именно спустя 40 лет после той самой первой коллекции Q, которая символизировала переход бренда от механики к кварцу. И первой моделью, вот из того перезапуска 2019 года, была модель в расцветке Pepsi. Это синие и красные цвета. Ну, а в следующем сезоне уже стали появляться новые цвета. И здесь как раз пример комбинации зеленого и черного. Хотелось бы несколько слов сказать про зеленый цвет. Это, конечно же, нельзя назвать часовым цветом или коммерческим. Но сейчас, в этом году мы видим, что он особенно популярен. И если раньше часы зеленого цвета это что-то связанное либо с изумрудом женское ювелирное, либо модель, например, Hulk от законодателя мод Rolex. Очень популярна. И здесь мы как раз видим тоже зеленый цвет у Q Timex. Эта модель отличается... Вот я бы сказал даже характеристики этой коллекции Q Timex. заключается именно в таком вот выпуклом акриловом стекле внешней батареи. Ну и в таком, да, очень интересном, как Алексей уже сказал, гибком зернистом металлическом ремешке. Вот это как раз кварцевая модель с датой и днем недели. А чуть позже появилась уже в 2020 году модель, которую вы сейчас держите в руках. И если в случае с этими часами Q отвечал за кварц, слово кварц, то эта модель M79 или M79 уже дает нам понять, что M это Mechanical, 79 это тот самый год, о котором я говорил с запуска первой коллекции Q. Так, механику мы видим. Miota, японский механизм с автоматическим заводом. Miota 8205, совершенно верно. Отлично. Вот, и абсолютно, так скажем, архетип часов дайверского дизайна. Причем, естественно, не в современном их исполнении, а именно в таком винтажном. То есть, ну, вы видите, выпуклое оргстекло или плекси. Правильно? Это же плекси. Акрил. Или акрил отличается от плекси. Я вот сейчас затрудняюсь. Это примерно, да, примерно вот сходный материал. Окей, отлично. То есть, все как делалось в старину. То есть, 60-е-70-е годы доминировали именно акриловые стекла. И они были выпуклые, они, так скажем, давали такое особенное ощущение часов. Мы видим, что здесь все это сделано в канонах жанра. То есть, матовый черный циферблат, очень четкая, очень такая крупная разметка с люминисирующим покрытием. Правильно, здесь используются люминисирующие покрытия? Окей, что очень важно для дайверских часов, потому что она повышает контрастность, когда условия освещенности очень такие, не очень хорошие при погружении. И, кстати, здесь, что здесь насчет водостойкости, 50 метров. Ну, наверное, все-таки погружение, направляться в этих часах не рекомендуется. Но в море, наверное, можно все-таки залезть. Да, 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 да. Если вы уж попали с ними на пляж, то вполне. Ну, как всегда, я покручу, повращаю ободок, дайверский ободок. Он устроен по всем правилам, то есть, поворачивается в одном направлении, в другую сторону, храповик не дает. Ну, в общем, такая хорошая штука для успокоения нервов, когда тебе нечем заняться, и ты где-то там завис в пробке, например. Ну, и плюс ко всему, очень такая харизматичная внешность классического дайвера. Такие часы, в общем-то, приятно надеть на руку. В общем-то, я считаю, что очень хорошая модель. И среди новинок она должна пользоваться каким-то успехом. Как вы, кстати, оцениваете соотношение механики и кварца в продажах? У вас есть какое-то по России? И как оно сопоставляется со всем миром? Есть какие-то данные? Я бы сказал, что порядка, наверное, 95% коллекции российской для России – это кварцевые модели, конечно же. Это влияет и на стоимость, среднюю стоимость часов. Но такие вот модели, перезапуски, какие-то вот такие памятные издания мы обязательно привозим с тем, чтобы рассказать о них и в интернете, и в прессе. И за каждой такой моделью есть какая-то история. И, конечно же, мы в ассортименте держим механические модели, чтобы они были. Вы понимаете, что это на порядок, даже на два порядка, более дорогие часы. Но, тем не менее, у механики есть почитатели. И мы надеемся также на международную, очень крупную рекламную кампанию, в частности, по этой модели М79. Они писали ходинки и многие другие очень известные часовые сайты. И, в общем, этой моделью мы уже очень довольны. Если вы обратите внимание, механика чуточку крупнее на 2 мм, нежели чем кварц. Это такой важный момент. Ну и, конечно же, расцветка Бэтмен, которой опять здесь напрашивается некоторое сравнение с Ролекс. Ролекс очень людям нравится. И, наверное, одни из самых популярных цветов. Это синий и черный, абсолютно такие сдержанные классические цвета часовые. Понятно. А сколько вообще живут модели в коллекции? Ну вот, скажем, если мы будем рассматривать Таймикс как некий предмет для коллекционирования, почему бы и нет? Если речь идет о винтажных перевыпусках. Или у коллекционера не будет такой, как бы так сказать, такой уверенности, что если ему понравились, например, вот такие часы, и он их приобретет сейчас, то он будет немножко разочарован, если он придет в магазин через 10 лет, увидит точно такие же часы, все еще продающиеся. Какова у вас, в общем-то, смена коллекции? Сколько часто она происходит? Особенностью именно Таймикс является то, что помимо двух коллекций в год, осень-зима и весна-лето, бренд также практически ежеквартально делает некие дропы, то есть, значит, коллекции, которые не являются регулярной. То есть, они, вот, one-shot, то, что называется, то есть, один раз вы заказали, привезли, и все, и больше их не выпускают. И это уходит коллекционерам, это идет на ebay, и вот как раз такие моменты мы стараемся, как дистрибьюторы бренда в России, очень ухватывать, потому что, в отличие от регулярной коллекции, это уже что-то особенное. Это то, о чем пишут в инстаграмах, о чем пишут часовые сайты, и нам очень приятно, что сейчас Таймикс обратил особенное внимание на Россию, и мы получаем такие дропы, такие предложения для заказа уже регулярно. Очень интересно, в особенности, когда вдруг, так сказать, обнаруживаешь, что бренд обладает вот такими совершенно явными коллекционерскими качествами. В общем-то, те часы, которые люди любят, и об этом всегда приятно рассказывать. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Спасибо. Вам спасибо за внимание, до встречи в будущих сюжетах. Спасибо. 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 Спасибо.